Седьмой класс, 23 серия. Решение задач. Задача первая. Существует ли трехзначное число, делящееся на 11, у которого сумма цифр равна 8? Решая эту задачу, надо применить признак делимости на 11. 8 надо разделить на 2. Будет 4. Это вторая цифра трехзначного числа. А сумма двух остальных тоже будет равна 4. Например, первая цифра 2 и третья тоже 2. 2 плюс 2 – 4. 4 минус 4 будет 0. 0 делится на 11. Вопрос. Существует ли такое число? Ответ. Да. Например, 242. Задача вторая. В треугольнике средний из углов втрое больше наименьшего, а наибольший в 5 раз больше наименьшего. Назовите меньший угол. Обозначим градусную меру меньшего угла за х. Средний – это 3х, а наибольший – 5х. Сумма углов треугольника – 180. Решая уравнение, находим х. Х равен 20. Значит, меньший угол – 20 градусов. Задача третья. Какую часть круга проходит за час прямая, содержащая бисектрису между часовой и минутной стрелками? Так, давайте рассмотрим час от 12 часов дня до часу. Значит, сначала прямая, содержащая бисектрису, находилась вот здесь. А затем она проходит вот такую часть. Вот такую часть за один час. Теперь давайте посмотрим, какая это часть. Во-первых, половина круга. И, кроме того, половина от 1 двенадцатой. Это 1 двадцать четвертая. А всего получится 13 двадцать четвертых. Вот такой ответ. Задача четвертая. Сколько различных корней имеет уравнение? Уравнение пятой степени. Так, можно вынести общий множитель х четвертой за скобки. Здесь можно вынести минус 2х в квадрате. Так, а затем выносим х плюс 1. Так, первый множитель будет х плюс 1, а второй множитель – это будет квадрат разности. А затем надо применить формулу разность квадратов. И, в конце концов, получится х плюс 1 в кубе умножить на х минус 1 в квадрате. Значение произведения равно 0. Данное уравнение имеет два различных корня. Минус 1 и 1. Задача пятая. Прямые А, В и С попарно пересекающиеся. Прямая Д параллельна прямой В и проходит через точку пересечения прямых А и С. Насколько частей делят плоскость эти прямые? Итак, прямая А, вот прямая А, она пересекает и прямую В и прямую С. Прямая В тоже пересекает и А и С. С пересекает А и В. Это попарно пересекающиеся прямые. Так, давайте покажем точку пересечения прямых А и С. Через эту точку проходит прямая Д. И она параллельна прямой В. Так, сколько частей получилось на плоскости? Давайте сосчитаем эти части. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять частей. Ответ – девять. Ответ – девять. Продолжение следует...